Добрый вечер! В прямом эфире программа Телемикс Новости в студии Елена Карпенко. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экспертизой установлено наличие в препаратах, сильно действующих, сибутрамина и фенобарбитала, которые включены в список запрещенных к ввозу на территорию нашей страны. Нарушительница грозит уголовный срок до 7 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Безопасность селян и подготовка к пожароопасному периоду. В пригороде выжигают траву на больших территориях, чтобы в случае возгорания огонь не перешел на дома. За стихией и тушением наблюдала наша съемочная группа. Сухая трава полыхает в Новонекольске. Чей-то окорок или хулиганы сегодня ни при чем. Огонь зажгли специально. Работает добровольная пожарная дружина. Территории общего пользования с сухостоем в селах очищают специально, чтобы обезопасить людей, дома и прочее имущество. Мы все места, которые представляют угрозу для села, мы стараемся отжечь, чтобы не допустить ситуации, при которых могут пострадать жители частного сектора. Осенью и весной мы стараемся такие мероприятия проводить. Оповещаем ГУЧС, собираем все и делаем так, чтобы никто в данной ситуации не пострадал. В Уссурийске пока не введен пожароопасный период, поэтому сжечь листья, траву можно. То есть штрафа не будет. Дружинники и старостые сел приводят территории в порядок. Говорят, еще на прошлой неделе растения здесь уничтожить было сложно. Много зелени. Где-то выкашивали. Утром мешает и ней работе. Днем все подсыхает и хорошо горит. Особенно в ветреную погоду. Но со всех сторон за огнем следят дружинники. В каждом селе округа есть добровольные дружины. Все прошли обучение и регулярно посещают тренировки со специалистами. Когда начинается пожароопасный период, выезжать к горящим местам приходится по нескольку раз в день. Это большая помощь и местным жителям, и пожарным. Люди-то идут, у кого сердце болит, что не сгорел у кого-то дом или участок. Конечно, материальные ценности. Хватает людей или еще нужно? На данный момент у нас хватает. А так бывает, что если человек куда-то там покинул или уехал, или место работы поменял, то стараемся с кем-то другим работать. Не то, что уговариваем. Просто предложили. Пойдешь, пойдешь. Не пойдешь. Все от совести зависит. Жителям частных домов, дачникам напоминают, что необходимо следить за участками и вовремя убирать свои территории. Пожароопасный период в округе пока не введен. Делает это глава Уссурийска. Как только объявят, инспекторы позже надзора проведут рейды, на которых могут наказать нарушителей. Пока жителей просто инструктируют и предупреждают. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Телемикс. Испарения от нечистот больше не будут досаждать жителям 16-го дома по улице Пушкина. А жители нескольких домов на Ленинградской теперь видят из окон придомовой территории после ремонта. Как преображается 16-й округ Уссурийска в нашем сюжете. Десятилетиями проблема с септиком под окнами Пушкина 16 не давала покоя жильцам. Каждый раз, когда приезжал осенизатор, совсем неблагой запах разносился по всей округе. Дело в том, что этот бассейн для нечистот относится к двухэтажке в метрах 30. Горожане обращались в различные инстанции, чтобы перенести его, но безуспешно. Все изменилось, когда на округе выбрали нового депутата. Депутатом познакомился на предвыборной кампании с Меликяном. И обсудили этот вопрос. Вот его выбрали депутатом. И я обратился к нему с этой просьбой. Написал о нашем, так сказать, тяжелом положении. Благодаря депутату мы теперь вдохнем полной грудью, свежим воздухом. Спасибо ему. Сурен Меликян – депутат Думы по 16 округу. Также состоит в комиссии по социальной политике и защите прав граждан. Сурен Сейранович с полной ответственностью подошел к исполнению предвыборных обещаний. Так уже выровняли участки на придомовых территориях в нескольких дворах по Ленинградской. Такие же работы сделали вокруг детских площадок. Я не могу сказать, что всем готов все исполнить. Я реально не волшебник, но все пожелания, все просьбы жильцов не остаются без внимания и решаются, по крайней мере, по возможности. По личным вопросам к депутату 16 округа Сурену Меликяну избиратели могут обращаться каждый день, кроме выходных. В 26 кабинет по улице Чечерина 105 или позвонить по телефону 32 05 36 с 10 до 17 часов. Детский психолог и логопед бесплатно. Поддержку семьям с детьми предлагают в Уссурийске. Специалисты посодействуют в вопросах общего развития ребенка, в разрешении конфликтных ситуаций, помогут со сложностями в воспитании и поведении ребенка, а также в решении речевых трудностей. Дистанционные консультации, выездные и очные оказывают логопед, социальный педагог, воспитатель, психолог, дефектолог и учитель начальных классов. На советы специалистов могут рассчитывать и те семьи, кто планирует взять под опеку или усыновить ребенка. Обратиться можно по адресу улица Комсомольская, 53, в Центр содействия семейному устройству. На прием записывают по телефону 34 64 49 8 904 621 12 82. Все услуги бесплатные. Праздник в Доброполе. Торжественное открытие сквера по Новонекольскому шоссе 2 пройдет в эту субботу, 9 ноября. Два часа дня после перерезания ленточки запланирована игровая программа для детей. Запомним, строительство парка началось в конце июля этого года. По проекту здесь провели большие преобразования. Выровняли территорию, возвели несколько бетонных площадок, на которых разместили игровую зону, территорию скамеек и прогулочную. Раньше на этом месте был пустырь, теперь современный сквер. Его возведение стало возможно благодаря программе формирования комфортной городской среды. Из местного бюджета на сквер в Доброполе потрачено больше 400 тысяч рублей. Сумма из края почти 500 тысяч. Самая большая часть федеральные деньги – 23 миллиона рублей. Бытовая химия по-уссурийски. В нашем городе несколько лет работает мини-завод по производству моющих средств. Предприниматель начал развивать свое дело с нуля и уже выпустил с местной маркировкой более 500 тонн продукции. Как делается жидкое мыло, средства для чистки и полоскания, узнали ученики 32-й школы, а вместе с ними и наша съемочная группа. Вот так по уссурийским меркам выглядит мини-завод по изготовлению бытовой химии. Предприятию всего три года, производство не вредное. А потому сюда разрешен доступ гостям. Руководитель показывает все циклы. Школьникам интересна каждая мелочь. Ведь нечасто они воочию видят, как варят моющие средства. Компания молодая, есть куда расти, есть куда развиваться. Для данного объема выпускаемой продукции достаточно пока работать на полуавтоматах. Производство молодое, объемы большие. Здесь делают продукцию трех ценовых категорий. От супердешевой до премиум-класса. Качество гарантируют. Ведь каждую линейку тестируют на себе. Такая возможность выпадает и школьникам. Все они ученики восьмого класса 32-й школы. Всего несколько лет впереди на выбор дальнейшего пути. И такие визиты – отличная профориентационная работа. Нужно смотреть вживую, как это все происходит. То есть была идея сначала просто предпринимателей приглашать к нам в школу, организовать какие-то круглые столы, какие-то беседы. Но потом в процессе реализации этой идеи все-таки решили, что лучше будет, если есть такая возможность, если есть какие-то мини-производства, вживую посмотреть. Не только смотреть, но и нюхать, трогать и получить возможность кнопочки нажимать. А ведь никто из этих учеников не знал, что в нашем городе производят бытовую химию. С нуля начал руководитель развивать свой мини-завод. Сегодня уже делится секретами успеха. Но начинать было непросто. Все с опаской относятся к новому продукту. Некое клеймо «ноу-нейм» стоит на тебе, пока ты не заработаешь свою репутацию. И вот путем именно пробивания, переговоров, именно договоренностей с клиентами, а клиенты у нас есть очень большие, очень серьезные, главное быть уверенным в своем продукте. Как ни странно, именно кристально чистая вода влияет на качество конечного продукта. А еще Владимир раскрыл секрет, что составляющие такого небольшого флакона привезены со всей страны. Сырье из Новосибирска, этикетки из Владивостока, дозаторы московские. Было интересно вообще, что это будет. Потому что такие встречи с предпринимателями очень редко устраивают. Было просто интересно с точки зрения, как это будет выглядеть и что будут рассказывать. Впечатление очень понравилось. Было интересно запахи, смотреть все, как упаковывается, какие есть упаковки, как производится все это. После такой экскурсии не страшно пробовать собственные силы, шутят ученики. Но сначала необходимо получить образование и выбрать профессию. А для этого дети посетят и других предпринимателей нашего города. Ведь в Уссуриске большое количество интересных производств. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс. В сафари-парке умер козел Тимур. Народную славу животное получило в 2015 году. Тогда активно обсуждалась небывалая история дружбы Тимура с тигром Амуром. Хотя рогатого привезли на обед хищнику. Новость о кончине Копытного сообщила на сайте парка его опекун Эльвира Головина. Отметила, что козел содержался в хороших условиях. За его здоровьем следил личный доктор и медики. Умер народный любимец естественным путем. В перспективе в сафари-парке появится бронзовая скульптура Тимура, в основании которой установят урну с прахом животного. Развод и раздел имущества. При расторжении брака вся совместно нажитая собственность делится между супругами. В отдельных случаях бывший муж и жена устно договариваются о дальнейшем владении. Как быть, если соглашение нарушается, смотрите в рубрике «Телеконсультант». Мы развелись с мужем, полюбовно договорились разделить имущество. С тех пор прошло три года, недавно узнала, что он намерен делить квартиру. Подскажите, имеется ли в таких делах срок давности и как верно поступить? Может ли бывший муж претендовать на это жилье? По поводу срока исковой давности для требований о разделе имущества являющегося общей совместной собственностью супругов и брак которых расторгнут, имеется разъяснение Пленума Верховного Суда 1998 года. Согласно этим разъяснениям, срок следует исчислять не со времени прекращения брака, а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. В начало течения срока исковой давности закон связывает с обстоятельствами, при которых лицо может узнать о нарушении своего права с очевидностью для себя, либо под действием или высказыванием другого лица. Применительно к спорам о разделе имущества супругов, к таким обстоятельствам следует относить действия бывшего супруга по распоряжению совместным имуществом. Допустим, он начинает совершать с ним какие-либо действия исключительно в своих интересах, направленных явно на ущемление законных интересов второго супруга. Аналогичная позиция по сроку исковой давности содержится в определении Верховного Суда, вынесенного в июле этого года по одному из дел у разделе имущества. Также срок исковой давности не применяется судами при разделе, приобретенной в период брака квартире, в случае если бывший супруг остался проживать в ней или сохранил регистрацию. Для того, чтобы избежать дальнейших спорных ситуаций, супруги могут заключить нотариальное соглашение о разделе имущества, по которому квартира переходит в единоречную собственность одного из супругов. Соглашение может быть заключено как в период брака, так и после его расторжения. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. Субтитры предоставил DimaTorzok Автошкола «Фаворит-У». С нами все дороги принадлежат вам. Ждем вас. Крестьянская 75, Блюхера 51 и Некрасова 22. Телефон 21-22-23. Нужны деньги до получки. У соседа не занять. В банке очередь, толкучки, ответа долго ждать. Есть решение, горожане. Не ходи недалеко. Займы мани в кармане. Просто, быстро и легко. Центр вакцинации. Персональные комплексные программы вакцино-профилактики для разных возрастов. Индивидуальный подход, предварительное обследование и качественные препараты. Поликлиника «Профессионал». Телефон для записи 300-470. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телефикс новости». Продолжаем. Их служба и опасна, и трудна. Стражи правопорядка отметят свой профессиональный праздник 10 ноября. Однако сотрудники начали принимать поздравления уже сегодня. В молодежном центре «Горизонт» полицейских чествовали первые лица округа. А творческие коллективы подготовили праздничный концерт. Защитники правопорядка всех подразделений собрались вместе в молодежном центре «Горизонт», чтобы отпраздновать свой профессиональный праздник. Лучшие коллективы округа поздравляли сотрудников МВД яркой концертной программой. Теплые слова и пожелания прозвучали от первых лиц города и края. Вы всегда готовы прийти на помощь тем, кому необходима ваша поддержка и защита. Искренне поздравляю с праздником. Желаю вам успешной службы, здоровья, счастья и семейного тепла. И всегда возвращайтесь домой. С праздником! И отдельное спасибо вашим семьям, которые разделяют все с вами тяготы полицейской службы. Я всей душе желаю вам, вашим семьям, мира и благополучия, здоровья, мирного неба и спокойной службы. Наша полиция имеет вековую историю. Только когда все начиналось в 1917 году, называлась она «рабочая милиция». На тот момент подразделение включало 38 человек. Конечно, с того времени изменилось буквально все. Неизменным остается служба – защищать права граждан и хранить порядок. Хотим руководство управления МВД по промышленному краю поздравлять вас с профессиональным праздником, пожелать вам здоровья, успехов, любви, радости и желаем ходить в работе с праздником. Ежегодно профессиональную подготовку в филиале Дальневосточного юридического института проходят до 350 человек. Учебный процесс идет беспрерывно круглый год по 8 программам. Достойные у нас преподаватели. Количество их с каждым годом увеличивается. Пополнение есть новых преподавателей. Но основной костяк составляют именно те преподаватели, которые имеют ученую степень. Это кандидаты наук, юридических наук, философских наук, исторических наук. То есть люди опытные. Хорошее подспорье в работе – полицейские из народа. Так называют добровольные дружины. В день сотрудника органов внутренних дел лучшие отряды ДНД удостоили наградами. Сегодня такое объединение есть в каждом микрорайоне города и селах. Марина Роман, Антон Войцеховский, Телемикс. Уссурийский педагог занял первое место на всероссийском конкурсе краеведов. Александр Мезенцев, преподаватель Суворовского училища, в начале ноября получил заслуженную награду в Доме Российского исторического общества в Москве. Помимо нашего земляка, чествовали еще четырех краеведов. Главная заслуга победителей – просветительская и воспитательная работа с молодежью. Александр Мезенцев много лет возглавляет археологический клуб «Резерв». Сам конкурс призван повышать интерес к истории у молодежи и сохранять культурное наследие. В этом году состязание проходило впервые. В качестве пилотных участников выбрали пять регионов страны, где активно работают отделения Российского исторического общества. Это Приморье, Алтайский край, Челябинская, Тверская и Ленинградская области. С 15 апреля по 27 июня проходили конкурсные испытания. Голосование члены жюри проводили, опираясь на характеристики, презентацию, публикации в СМИ и отзывы родителей молодежи. 50 лет – не предел. Золотую свадьбу отметили супруги из Уссурийска. Дети, внуки и близкие друзья поздравили юбиляров. Вместе с ними и наша съемочная группа. Так много пройдено дорог, и все – рука об руку. И глазом не моргнули, как пролетело 50 лет. Надежда и Валерий Казаковы отметили юбилей совместной жизни. Золотую свадьбу дети устроили для родителей в Уссурийском ЗАГСе. 50 лет, конечно, очень немалый срок, и одной любви здесь недостаточно. Должны быть и верность, и надежность, и поддержка, и обязательно преданность. Супругам можно собою гордиться, ведь у них в семье все это есть. Сейчас день свадьбы вспоминают со смехом. Тогда были бедными студентами, даже фотографию не сделали. И вот спустя 50 лет снова в этом зале. На скромное торжество пришли дети, внуки и близкие друзья. Родом из одной деревни, но познакомились тут, в городе. Молодому поколению дают совет. Главное – это терпение. Конечно же, пережить Надежды и Валерий успели многое. Но чтобы расставаться, даже мысли об этом не было. Дело в том, что никогда не хотели. Даже мыслей такой не было. У нас была одна цель – нарожать детей. Да уж прямо. Получить профессию. Достойно работать. Не, ну как-то мы шли в одну сторону. Самым лучшим достижением юбиляры считают свою крепкую и дружную семью. У супругов двое детей, внуки и даже правнуки. В следующий раз в зале уссурийского ЗАГСа планируют собраться еще большим составом уже на бриллиантовую свадьбу. Елена Карпенко, Роман Адонин, Телемикс. Пожары и вырубка деревьев губительны для природы. Теперь это точно знают дошколята шестого детского сада Уссурийска. Сегодня там провели экологическую викторину «Лес – многоэтажный дом». Ребята отгадывали загадки о животном и растительном мире и смотрели познавательные видео. Какие в лесу растут деревья, обитают животные и насекомые, многое уже знают дети подготовительной группы шестого садика. А теперь сведения о лесе расширились благодаря экологической викторине «Лес – это многоэтажный дом». Ребятам рассказали, сколько ярусов в лесу и кто в них обитает. Но сами дошколята точно знают, чего делать на природе нельзя и почему. Разжигать костер, бросать мусор, топтать цветы, грибы, ловить насекомых. А как ты думаешь, почему этого нельзя делать? Потому что лес может погибнуть из-за этого. А иначе все животные и растения погибнут. И из-за этого у нас не будет кислорода, мы можем увеличить. Такие познавательные занятия проводят педагоги дополнительного образования со станции юных натуралистов. Экологические уроки нужны в первую очередь, чтобы расширить кругозор. Теорию всегда закрепляют практикой. У нас не просто теория проходит, у нас в виде игр, викторин. Также мы все это закрепляем практическими занятиями. То есть мы делаем разные подделки своими руками, аппликации, смотрим различные познавательные видеоролики. Педагоги станции юных натуралистов также проводят занятия в средних и старших группах. Елена Шабалина, например, рассказывает детям об экологии и биологии два раза в неделю в трех детских садах Уссурийска. Марина Роман, Антон Войцеховский, Телемикс. «Тайный ангел» – специальный проект, в котором взрослые становятся наставниками детей-сирот. К подопечным как минимум раз в неделю приходят в гости. Есть случаи, когда такой союз заканчивается усыновлением. История одной семьи из Уссурийска, которая обрела сына, когда ему исполнилось 16 лет в нашем сюжете. Очень был рад получить от тебя письмо. Остальное за кадром. А за кадром самое сокровенное – то, с чего все начиналось. А начиналось знакомство с Виктором, будущим уже взрослым сыном. Но этому предшествовало еще одно радостное событие. Супружеская пара Дмитрий и Дарья вместе 10 лет. Четыре года назад в их семье появились близнецы – Дима и Гена. Полуторагодовалых мальчиков забрали из детского дома. И однажды нам позвонили с органов опеки и сказали, что есть мальчик полутора лет. Готовы посмотреть? Я говорю, конечно. Ну, правда, их два. У него есть братик-близнец. Я говорю, конечно. Ну, без всяких вопросов. У меня не было вообще ни одного вопроса в голове. Я только ждала того дня, когда можно скорее с ними встретиться. Спустя несколько лет Дмитрий и Дарья поняли, что в семье должна появиться девочка. Не раздумывая, пара подала документы в органы опеки. В этот момент впервые в Уссурийске запустили проект «Тайный ангел». В нем объединились шесть пар, которые решились стать наставниками подросткам-сиротам во взрослой жизни. Герои нашего сюжета тоже оказались в числе таких. Наставник, вообще, да, задача наставника – это не от самого слова «наставлять», да, а быть рядом с ребенком, быть ему другом, взрослым другом. Мудрым. Таким, который сможет его после выпуска с детского дома направить в правильную колею. В проекте будущие наставники проходят курс подготовки. Специалисты знакомятся с парами, формируют характеристики. А психологи из детских домов ориентируются по ним и подбирают подопечного подростка. Когда выбор сделан, начинается игра. Сокровенное знакомство в письмах. Задача – как можно больше друг о друге узнать. Тайные ангелы Дмитрий и Дарья переписывались с Виктором около месяца. После этого волнующая встреча, где подопечный должен угадать, кто тот самый наставник. Когда вот сразу зашел в зал, где все наставники были, ну я сначала как-то Диму вообще не заметил. Потом вот такой смотрю на Диму, блин, он что-то как-то, ну так иногда подсматривает на меня так. Ну потом как-то, блин, да, ну это он по-любому. Перед наставниками ставят цели. Например, научить ребенка выбирать товары в магазине, при этом рассчитывать на конкретную сумму. Прочесть книгу за определенный срок. Обязательно подопечного надо посещать раз в неделю. Но Дмитрию этого было мало, чтобы дать какие-либо знания. Пара приняла решение взять парня на гостевой режим. Подросток жил в семье и помогал во всем. Глава семьи ставил перед собой задачу научить Виктора пользоваться строительными инструментами. Вот он рассказывал Вите и племяннику моему, как правильно выбирать пилу. Если она будет с определенными зубьями, будет красивая, но зубья там не будут какими-то, это будет плохая пила. Ну вот. Ну надеюсь, Витя тоже запомнил. Начальная цель проекта наставничества – передать навыки и умения, которые так необходимы в самостоятельной жизни за пределами госучреждения. Конечная – это семья. Когда пришла пора Виктору возвращаться в детский дом, семейная пара поняла, что для подростка хотят быть родителями. Были переживания, потому что с детьми прочее, их воспитываешь и уже как-то полностью знаешь, чему ты их учишь. А здесь парень, 16 лет, уже характер сформировался. И вот это меня немножко пугало раньше. Ну, спустя время, когда уже познакомились поближе, я понял, что, слава Богу, мне повезло. Проект «Тайный ангел» планируют запустить в Уссурийске снова. Попробовать свои силы может каждый и сделать мир на несколько счастливых подростков больше. Всю информацию можно узнать по номеру телефона 8-914-682-1261 или на сайте «Приморье без сирот». Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс. Морозные ночи и относительно теплые дни. Такими ожидают у сурийцев выходные. В субботу погода порадует солнцем, в воскресенье пасмурно. В темное время суток температура уже минусовая. Единственную ночь с плюсовым показателем обещают субботы на воскресенье. Днем первый выходной выглянет солнце. Максимально воздух прогреется до 5 градусов выше нуля. С утра будет холодно, повышаться уровень столбиков термометров будет медленно. В воскресенье небо затянут тучи, но потеплеет до плюс 9-11. В понедельник синоптики передают небольшой дождь. Мокрый снег ожидают в среду. В четверг днем минус 2, минус 4 и снег. Так что автомобилистам рекомендуют поменять резину на зимнюю, если они еще этого не сделали. Вторая половина следующей недели будет холодной. Днем минимальные минусовые отметки. На этом пока все. В студии работала Елена Карпенко. Сюжеты вы также можете увидеть на нашем сайте телемикс.тв и профиле сети Инстаграм. До встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова